В фойе Лазаревского центра национальных культур школьники провели патриотическую акцию для гостей праздничного мероприятия «Наш герой». Учащиеся вручали гостям листовки с рассказами о героях Великой Отечественной, имена которых носят улицы микрорайона Лазаревская. В числе первых треугольники фронтовых писем получили глава Сочи Анатолий Пахомов, председатель городского собрания Виктор Филонов и глава администрации района Сергей Бражников. Глава Сочи Анатолий Пахомов рассказал о том, что сделано в городе-курорте для того, чтобы жителям, а население Сочи сегодня порядка 600 тысяч человек, жилось комфортно. Из бюджета выделяют средства на строительство новых образовательных учреждений. И только в Лазаревском сдали три новых детских сада, как снова начались стройки. Теперь возводят дошкольные учреждения в Лао и целый комплекс, где будут учебные классы для школьников и группы для малышей в Беранде. Много внимания, отметил городоначальник, уделяется спорту. В день города в Лазаревском открылась скейт-площадка и воркаут-площадка. Возможно, воркаут-комплексы появятся в следующем году в каждом селе. Это только малая часть преобразований. Разумеется, ждут и от жителей ответной реакции. Уже сегодня, выразил уверенность Пахомов, все аулы района могут быть примером для подражания. Это результат высокой ответственности жителей за родную землю. Хочу сказать, что задача стоит в том, чтобы сделать мотивацию наших жителей, которые в обязательном порядке просто обязаны следить за своей собственностью. Уверенно могу сказать, что примером для подражания могут стать все аулы Лазаревского района. Еще раз хочу сказать, не обязательно вкладывать огромные деньги. Важно всегда руки иметь. 30 победителей в 10 номинациях получили переходящие кубки, дипломы и подарки. Лучшим сельским округам, селам, ТСЖ, ТОСам, управляющим компаниям, квартальным и домкомам, дворникам. Дарили газонокосилки, бензопилы, воздуходувки, сотовые телефоны. Отметим, в Лазаревском районе насчитывается 29 ТОСов. Самый большой в микрорайоне Лазаревское. Он объединяет 21 тысячу человек, а самый маленький в Марьино всего 380. В этом году лучшим стал ТОС Солоняки, председатель Андроник Чайлян. В его ведении около 200 домовладений, больше 100 квартир. Председатель всегда в курсе повседневных забот микрорайона. Эта зима не балует, то снег, то дождь. Сам лично следит за уровнем воды в реке, оценивает обстановку, знает, природа непредсказуема. И какие бы надежные ни были приборы, верит только своим глазам. Говорит, в 2016 ТОСу есть чем гордиться. Успехи у нас что? Мы заасфальтировали улицу Тихорецкую. Сейчас в порядок приводим школьную территорию, перед школой там тротуарчик делаем. Значит, там у нас есть предприниматели, которые помогают в этом деле. Значит, с дворика предприниматели забор поставили. Потом сейчас у нас есть марка-магазин. Сейчас он делает нам тротуарчики. Так что благоустраивается село, более-менее становится красивой. Лучшим сельским округом стал Лыгоцкий, где работы по обустройству территории буквально преобразили привычный сельчанам вид. Отметили и тех, кто по велению души наводит красоту на собственных участках. А житель Головинки и вовсе сделал из своего старенького домика настоящую сказку. Теперь и родственники с радостью приезжают, и туристы мимо не пройдут. Обязательно сделают фото на память. Для души это все, во-первых. А раз душа и просит, значит, надо это все воплощать. По поводу дома родительского, как память вроде бы. И решили как. Он смотрится вроде бы старенький туда-сюда. Много пространства пустого на стене. Посидели с супругой, подумали. И решили его чуть-чуть украсить вроде бы. Ну вот украсили, получилось красиво. Дом родительский. Мы здесь все выросли. И племянники выросли все. Поэтому наш дом – это частица души родительской. Поэтому мы, любые праздники, любой повод, мы все собираемся. Племянники, сестра родная, брат родной. Все собираемся. Их дети приходят. В общем, это наш очаг. А вот для тех, кто не то что сказку, а элементарную чистоту на своей территории обеспечить не может, в этом году учредили спецноминацию «А нам все равно». Худшей в 2016 году организации в сфере ЖКХ «Доммастер» не кто-нибудь, а сама Баба Яга подарила мегаприз. Лес дремучий, нечищенный, дорожки неметенные – то моя территория. А ты все-таки давай что-то там поделать. Что не путали люди, где лес дремучий, а где твоя территория. Помогу я тебе, добрый молодец. И есть у меня средства стопроцентные на следующий год. Где вот этот кубок большой, да, тебе дадут. Подожди секундочку. Итоги года благоустройства будут подведены в конце декабря в Сочи. Ожидается, что список номинаций этого масштабного конкурса будет гораздо шире. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова